Громкий скандал в Воронеже. Общественники обвиняют руководство сети магазинов «Пятерочка» в организации горного бизнеса. Активисты сняли на камеру лотерейные автоматы, в которые играют даже дети, и позвонили в полицию. А что руководство магазина говорит в свое оправдание, знает наш корреспондент. Возле входа в магазин «Пятерочка» разгорается нешуточный спор. Активисты уверяют полицейских, внутри установлен игровой терминал. Организаторы бизнеса не удосужились скрыть аппарат, а в так называемую рулетку играют даже дети. Общественники снимают все на камеру, беседа идет явно на повышенных тонах. Обязательно надо все фиксировать прямо сейчас. Да вы не переживайте, все хорошо. Ну потому что меня если выложат, я вам такое напишу, не поверьте, вас выгонят с работы всех. Я вам обещаю об этом, да. Если вот я говорю, не дай бог, что-то будет такое. Как это, первый раз такое слышишь, что меня выгонят с работы за эту? Ну потому что вы не имеете права никакого. Сотрудница полиции звонит владельцам терминала. А те, в свою очередь, уверенным голосом заявляют, что у них все законно. И даже есть документы. Активисты настаивают на личной встрече с коммерсантами. На размещение есть, да, игровые автоматы, то, что они не запрещены. Все это есть? Да, да, да. Тогда на МШК-6А подъезжаете сразу? Я туда уже отладил. Ну вот это другой факт. Здесь гражданин заявляет вот еще один факт. Так что... Я понял. Хорошо. На вопрос активистов, что же будет с аппаратами, полицейские внятного ответа не дают и ссылаются на законные документы организаторов бизнеса. Мол, все легально. А это просто лотерейный автомат. Внешне действительно очень похоже, однако ни реальных, ни виртуальных билетов получить не удается. Это игровой автомат? Не знаю. Ну вот вы, если сюда мы банкноту в Российской Федерации вставляем, играем и выдают какой-то выигрыш. Это игровой автомат. А какую бумажку у нее присутствует, это уже другой вопрос. И нормально, что здесь ребенок стоит и играет. Игровой аппарат все же остается на своем месте. Кстати, девушка сообщает, что обо всех терминалах должен знать участковый. А участковый должен, наверное, знать, что у него на территории есть сообщатель. Правильно? Он, во-первых, должен знать, когда устанавливаются данные объекты. Но он, эта работа уже работает. Почему до сих пор, сейчас кого не знает? Ну, я бы сказал. И у общественников на счету десятки таких якобы законных терминалов. Все аппараты находятся в открытом доступе и в них зачастую играют несовершеннолетние. Активисты пообещали, что напишут массовое заявление на имя местного начальника полиции. Денис Кулага, Тимур Титов, Экстренный вызов.